Сочинение Евгения Боротынского Эта запись сделана для проекта LibriVox Все записи LibriVox являются общественным достоянием Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org Евгений Боротынский, поэма Эда, часть 2 День после, в комнатке своей, уже вечернюю порою Одна с привычную тоскою сидела Эда Перед ней святая Библия лежала На длань, склоненная челом, она рассеянным перстом Рассеянно перебирала ее измятые листы И в дни сердечной чистоты невольной думой улетала Взошел он с пасмурным лицом, в молчанье сел В молчанье руки сжал на груди своей крестом Приметы скрытой, тяжкой муки в нем все являло Наконец, долг от меня, сказал хитрец, с тобою требует разлуки Теперь услышать милый глаз, увидеть милые мне очи Я прихожу в последний раз Покроет землю сумрак ночи и навсегда разлучит нас Виною твой отец суровый, его укоры слышал я Нет-нет, тебе любовь моя не нанесет печали новой Прости Чуть дышаща, бледна, гусара, слушала она Что говоришь, возможно ли, ныне и навсегда, любезный мой? Бегу отселе, но душой останусь в милой мне пустыне С тобой увидеть я любил потоки те же, те же горы К тому же небо возводил с небесной радости взоры С тобой в разлуке свету дня уже не радовать меня Я волю дал любви несчастной и погубил, доверясь ей За миг летящий, миг прекрасный, всю красоту грядущих дней Но слушай, срок остался краткий Пугаясь ревнивых глаз, везде преследующих нас Доселе мельком и украдкой видались мы Моей мольбой не оскорбись На расставанье позволь, позволь Иметь с тобой мне безмятежное свидание Лишь мраки и ночи не зайдут И сном глубоким до денницы Отяжелелые зенницы Твои домашние сомкнут Приду я к тихому приюту Моей любезной О, покинь, девичий страх И на минуту затвор досадный отодвинь Прильну в безмолвии печальном К твоим устам О, жизнь моя И в лубызании прощальном Тебе оставлю душу, я Прискорбно дева поглядела На обольстителя Не смело, сама не зная Почему она доверится ему Бедою что-то ей грозило Какой-то страх в нее проник Ей смутно сердце говорило Что не был прост его язык Святая книга Как сначала еще лежавшая пред ней Ей долг ее напоминала Ко груди трепетной своей Прижав ее Нет-нет, сказала Зачем со злобою такой Играть моею простотой Или мало было При грешении Еще ль, еще ль охотный слух Склоню на голос искушений Оставь меня, лукавый дух Оставь без новых угрызений Но вправду Враг ему едва ль не помогал С такой усилой Излил он рапот свой Печаль столь горько выразил Что жаль гусара стала деве милой И слезы падали у ней В тяжелых каплях из очей И в то же время То моленья То пени Расточал хитрец Что медлишь Дороги мгновенья К ней приступила Наконец дай слово Всей душой тоскуя Какое слово дать могу я Сказала Сжалься надо мной Владею ли я сама собой И что я знаю Пылка живо Тут к сердцу он ее прижал Я буду Жди меня Сказал Сказал И скрылся Торопливо Уже и холмы И поля Покрыты мраками густыми Смиренный Ужин разделя С неприхотливыми родными Вошла девица В угол свой На дверь Задумчиво взглянула Поверь Опасен Гость ночной Ей совесть Робкая шепнула И дверь Ее заложена В бумажки мягкие Она Золотые кудри Завернула Снять поспешила Как-нибудь Дня Одеяния Неловки Тяжелодышущую Грудь Освободила От шнуровки Легла И думала Заснуть Уж поздно Полночь Но ресницы Сон Не смыкает У девицы Стучаться Будет он Теперь Зачем Задвинула я Дверь Я Своенравно В самом деле Пущу его Ведь миг Со мной Пробудет Здесь Любезный Мой Потом Навек Уйдет Отсели Так Мнит Уж Девица И вот Содра Тихохонько Встает Ко двери С трепетом Подходит И вот Задвижки Роковой Уже Касается Рукой Вот Руку Медленно Отводит Вот Приближает Руку Вновь Железо Двинулось Вся Кровь Застыла В девушке Несчастной И сердце Сжало Ей Тоска Тогда Ж Чуждая Рука Дверь Пошатнула Друг Прекрасный Не бойся Эда Это Я И от Сметенья Дух Тая Полна Неведомого Жара Девица Бедная Моя Уже В объятиях Гусара Увы Досталось В эту Ночь Ему Желанная Победа Чувств Упоенных Превозмочь Ты Не могла Бедняжка Эда Заря Багрянет Свод Небес Восторг Обманчивый Исчез С ним Улетел И Призрак Счастья Открылась Бездно Нищеты Слезами Скорби Платишь Ты Уже За слезы Слада Страстья Студясь Пылающего Дня На крае Ложи Рокового Сидишь Ты Голову Склоня Взгляни На друга Молодого Внимай Ему Нет Нет С тобой Он Не Снесет Разлуки Злой Тебе Все Дни Его И Ночи Отец Его Не Устрашит Он Подозренья Усыпит Обманет Бдительные Очи Твой Будет Он Покуда Жив Напрасно Все Она Не Внемлет А чей На друга Не Подъемлет Уста Безмолвные Раскрыв Потупив Землю Взор Незрящий Ей Тоже Друга Разговор Что Ветр Бессмысленно Свистящий Среди Ущелин Финских Гор Недолго Дева Красоты Предателя Чуждалась Ты Томяся Грустью Безотрадной Ты Уступила Сердцу Вновь Простила Нежная Любовь Любви Коварной И Несчадной Идет Поспешно День За Днем Гусару Дева Молодая Уже Покорствует Во всем За ним Она Как Лань Ручная Повсюду Ходит То Читой Приемлет Их В полдневный Зной Густая Сень Дубравы Сонной То Зазовет Дремучий Бор То Приглашают Гроты Гор В свой Сумрак Неги Благосклонной Но Чаще Сходятся Они В Долу Соседственном Глубоком В густой Рябиновой Сини Над Быстро Льющимся Потоком Они Садятся На Траву Порой Любовник В томной Лени Послушной Деве На Колени Кладет Беспечную Главу И Легким Сном Глаза Смыкает Дух Притаив Она Внимает Дыханью Друга Своего Древесной Веткой Отвивает До Кучных Мошек От Него Его Волнистыми Волосами Играет Детскими Перстами Когда Подымется Луна И Дикий Край Под Ней Задремлет В Приют Укромный Свой Она К Себе На Одр Его Приемлет Но Дева Нежная Моя Томится Тайною Тоскою Раз Обычайною Порою Увод Любимого Ручья Они Сидели Молчаливо Любовник В Тихом Забытье Глядел На Светлые Струи Пред Ним Бегущие Игриво Дорогой Сорванный Цветок Он Как-то Бросил В Быстрый Ток Вздохнула Дева Молодая На Друга Голову Склоня Так Прошептала И Меня Миг Полилея Полоская Так На Погибель Бросишь Ты Усты Незлобной Красоты Улыбкой Милой Улыбнулись Но Скорбь Взяла Таки Свое И На Ресницах У нее Невольно Слезы Навернулись Она Косынкою Своей Их Отерла И Веселей Глядеть Стараяся На Друга Прости Безумная Тоска Сегодня Жизнь Моя Сладка Сегодня Я Твоя Подруга И Завтра Будешь Ты Со Мной И День Еще И Статься Может Я До Разлуки Роковой Не Доживу Господь Поможет Невинной Нежностью Не раз Она Любовника Смущала И Сожаленье В нем Подчас И Угрызенье Пробуждало Но Чаще Чаще Он Скучал Ее Любовью Тоскливой И Миг Разлуки Призывал Уж Как Свободы Миг Счастливый Нет Счетно Буйный Швед Опять Не Соблюдает Договоров Вновь Хочет С русским Испытать Неравный Жребий Бранных Споров Уж Переходят За кюмень Передовые Ополчения Война Война Грядущий День День Рокового Разлучения Нет Ей Ей Утешения Шепчет Он Ее Лапзает Он Напрасно Внимает Чувство Лишина Дает Лапзать Себя Она Но Безответно Безучастно Мечтанье Все Бежали Прочь Виден Головами Скалы Чернеют За скалами Вомгле Волнистой И седой Исчезло Небо Зашумели Завыли Земние Метели Что С Бедной Девицей Моей Потух Огонь Ее Очей В Ней Эды Прежней Нет И Тени Изнемогает В Цвете Дней Но Чужды Слезы Ей И Пени Как Небо Зимнее Бледна В Молчанье Грусти Безнадежной Сидит Недвижно У Окна Сидит И Буревой Мятежный Уныло Слушает Она Мечтая Нет Со Мною Друга Ты Мне Постыл Печальный Свет Конца Дождусь Ли Я Или Нет Когда Когда Сметешь Ты Вьюга С Лица Земли Мой Легкий След Когда Когда На сон Глубокий Мне Даст Могила Свой Приют И На Нее Сугроб Высокий Бушуя Ветры Нанесут Кладбище Есть Тесняться Там К холмам Холмы Кресты К крестам Однообразные Для Взгляда Их Меж Кустами Чуть Видна Из Круглых Камней Сложена Обходит Низкая Ограда Лежит Уже Давно За ней Могила Девицы Моей И Кто Теперь Ее Отыщет Кто Снежной Грустью Навестит Кругом Все Пусто Все Молчит Порою Только Ветер Свищет И Можжевельник Шевелит Конец Поэмы Эда Читал Марк Чульский Массачусетс Соединенные Штаты Америки